Я сегодня с утра прям как белка в колесе. Сейчас Мария с детей привезёт. Я решила им испечь такой пирожок, тарцик. Как ни крути, а самое главное в книгах с рецептами – это их картинки. Потому что, когда ты видишь картинку сначала глазами, у тебя появляется желание что-то приготовить. И потом ты уже начинаешь смотеть рецепт, получив, есть ли у тебя составляющие и так далее, все эти ингредиенты. Вот сегодня у меня такой будет десерт. Но только у меня нет голубики, и я буду делать с малиной на заморозке. Друзья мои, сейчас мы с вами будем печь вот такой вот написано «кары омерти инуаду кожу». Я меняю немножко рецепт, потому что нам нужна голубика или черника, у меня будет замороженная малина. Вот. И здесь такие ингредиенты я вам чуть-чуть позже расскажу, потому что сейчас мы будем делать топпинг, который будет у нас похрустывать. Вот видите, вот такая вот посыпочка, да, сверху. Вот. И для этого нам нужно, значит, смотрите, нам нужно 85 граммов орехов. Я беру грецкие орехи, потому что они вот просто у меня есть, у меня где-то есть. Надо орех кожу. Ну вот кожу я, как всегда, я не могу перевести. Это такие длинные, такие чуть-чуть закрученные орешки. Кешью, может быть, они называются у вас. Девочки, не могу вам сказать, честно скажу. Ну, слушайте, столько много орехов, 85 граммов, они же сухие. Тут вообще у нас получится такой хороший ореховый слой. Я даже вот задумываюсь, буду ли я все добавлять. Может быть, им многовато. 85 граммов. Представляете, сколько? Прям посмотрела, сколько у меня пакетики. Да, там было всего 200 граммов. Ну, вот видите, когда они хорошо высохшие. Ну, я считаю, что этого много. Я, наверное, вот еще вот одну. Хотя у нас такое сушится, сейчас покажу. Выпекать будем вот на такой вот форме. Ну, конечно же, это не обязательное условие, но так как у меня есть вот эта вот штучка, да, такая каре. Выстилаем бумагой. Внизу у меня лежит тарелка, вот такая, вот в микроволновке. Выкрытие, мои хорошие, я не дочитала до конца про этот топпинг. Она его предлагает делать в миксере и так вот его смиксировать, чтобы получился такой крупный песок. Ну, такой, знаете, да совсем. Я даже еще меньше буду. Я буквально вот два раза так крутану, потому что вот руками, я сама вот думаю, что ж так это, руками-то как-то получается грубо. Значит, смотрите, нам здесь нужно еще 35 граммов кокосового сахара. Но у меня здесь сахар, вот этот, который потемнеет, это кокосовый, а вот это сахар кумпли из этого, из канели. Написано, супер дуканы, бамбук. Я не знаю, какой это сахар. Вот, но он такой этот биологический, и он пахнет, вы не представляете, вот он пахнет канели, поэтому я и говорю, канели это... Так, секунду. Не могу вспомнить на русском, не буду терять время. И здесь вот, послушайте, да, 35 граммов у меня муки. Они предлагают только муку, у меня будет полбяная мука. 35 граммов, но я спешала эту полбяную муку с миндалевой мукой. Вот, значит, так, добавили. Теперь сюда нужно добавить одну столовую ложку молока миндального. Так. И нужно добавить столовую ложку масла нейтрального. Добавлю, вот масло у меня есть кокосовое. Вот оно у меня без запаха. Вот я вам рассказываю, что у меня два вида масла кокосовое. Одно с запахом и одно без запаха. Вот я его вот сюда вот добавляю. Вот, а нам столовая ложечка молока миндального. Добавили. Теперь сюда нам нужно одна щепотка соль сель-дуфлер цветочной соли. Вот такая вот обычная такая. Видите, это как ни крупная, ни мелкая. Если у вас нет цветочной соли, то добавьте щепоточку соли, такой, которая вот, ну, крупненькая. Теперь мы это можем сейчас быстренько перемиксовать. И будет нам счастье, если я еще найду, как закрыть эту крышку. Когда спешишь и много делаешь, сразу много дел этих вечно ничего не получается. Вот, я думаю, что я вот так вот только взобью. Вон, видите, получилась какая. Все. Достаточно. Ну, вы эту посыпку все знаете. Ее делают тоже сахар, мука, мука и масло сливочное, чтобы посыпать всякие там эти запеченные яблочки и так далее. Короче, вот такая вот крошечка для посыпки. Теперь я решила, что я буду сразу делать тесто. И не стала я отвешивать, потому что много времени занимает. Поэтому, смотрите, берем миску. Так, и добавляем туда муку. Нам нужна мука полбинная, 120 граммов. Здесь помол идет 110. Это такая цельнозерновая мука. Полбина. И я сейчас, когда была в Санкт-Петербурге, я видела, она у вас есть. Может быть, там не такая там разбежка, как у меня это вот Т110. Но это вот, ну это где-то вот почти самого крупного помола. Потому что самый крупный будет 150. Так, 120 граммов муки. Дальше. По рецепту предлагают 50 граммов молотой овсянки. Я решила, что я добавлю 50 граммов молотого миндаля. Так, все. Буквально, видите. А, 120, прошу прощения, должно быть 170 граммов. Не поставила на ноль и сразу же сбилась. Хорошо, что увидела. Так, прекрасно. 170 граммов. Убираем. Дальше нам нужно один пакетик разрыхлителя. У меня даже вот заболелся биологический. Не суть. У кого нет разрыхлителя, можно взять соду погасить в этом. В уксусе, знаете, вы все это еще от наших мам и бабушек. А дальше я сюда добавлю ванильный сахар. Пускай будет весь пакетик. Так, дальше. Так, мои хорошие, сюда опять же добавляем щепоточку соли. Так, это все сухие ингредиенты. Все, я снимаю с весов. Перемешали, сделали вот такую, как бы, колодец. Послушайте, я не включила камеру. Я добавила 100 граммов меда. Мед нужен акации. И я, у меня его нет. Поэтому я добавила мед поцелуховый, который я привезла из Санкт-Петербурга. 100 граммов. Я потом в конце напишу, я вам под видео напишу все ингредиенты. Потому что такое, ну, много ингредиентов, чтобы вы запомнили. Так, молоко добавили. Теперь нам осталось добавить. Я говорю, самое длинное в этой истории всегда это приготовление продукта. Сейчас надо сюда столовую ложку ванили. У меня, к сожалению, нет. Это у меня последняя вот ваниль. Поэтому я добавлю вот такой вот ванили. Смотрите, она такая вот молотая ванильечка у меня. Прекрасно. Так, теперь мы заканчиваем. Значит, нам надо размешать быстренько все эти ингредиенты. Чтобы получилась такая текстура, такая, знаете, оможена, такая густая текстура. И я буду смотреть, потому что у меня... Смотрите по яйцам. Потому что яйца куриные, они есть мелкие, а есть крупные. И в зависимости от того, сколько вы я... Какого размера яйца, у вас может быть, получится ваше тесто очень жидким. Вот лично я считаю, что это тесто жидкое. Потому что, тем более, я его буду выливать в форму. Хотя же, вот я сделала, слушайте, тютелька в тютельку. Может быть, добавлю сейчас еще ложечку муки. Одну такую, одну такую. Ну, мне кажется, жидковатая будет. Я буквально добавлю одну ложечку муки и петры. И петры это полбяная. И ложечку миндальной муки. Все, больше я не буду добавлять. Какой получится консистенция. Какой получится. Вот за счет у нас крупные яйца. Я еще когда их брала, еще так посмотрела, думаю, ай-яй-яй. Сюда бы, наверное, хватило бы два яйца. От наших курочек. Все, смотрите. Все размешалось. Теперь сюда мы добавляем нашу ягоду. И аккуратненько размешиваем. Ягода должна быть не замороженная. Но так получилось, что у меня замороженная ягода. Поэтому будет замороженная. Посмотрим, что получится. Смотрите, какая красота. Боже мой. Размешиваем аккуратненько. Единственное, что замороженная ягода, вот я уже сейчас вот думаю на ходу, она может нам дать сок, потому что свежая ягода дает меньше сока. Я бы даже, вы знаете, я бы даже больше ягодок сюда добавила, если честно. Можно, знаете, что можно яблочко подрезать. Ничего не буду добавлять, но скажу, будет как есть. Зацепилась у меня ягодка. Надо ее, чтобы она у нас выскочила. Все, выливаем. Послушайте, я решила, что я немножечко смажу краешки моей формы. Опять же смажу кокосовое масло. Прямо так вот руками. Нету доверия. Ни разу не выпекала так, поэтому делала только, собирала вот с такими у меня их трехразмеров, эти формы. Очень красиво, девочки, на новогодний стол собирать вот, допустим, ту же шубу. Очень красиво получается. Салат оливье можно собирать этими, как бы, слоями. А потом чисто перемешать в тарелке и все. Так, мои хорошие, выливаем наше тесто в форму. Здесь нужно все собирать с силиконовой лопаточкой, иначе останется очень много на краях. Духовку нагреваем до 180 градусов. Послушайте, а что ж он такой у меня низкий? Ай-яй-яй, надо было брать поменьше форму. Она, может быть, тогда не испечется. Короче, 180 градусов, 20 минут печем, и потом понижаем температуру до 150 и выпекаем еще 10 минут. Проверяем, достаем, выкладываем на тарелочку, даем остыть и едим. Кто-то там приехал, собака гавкает. Так, прекрасно. И теперь нам сверху нужно выложить вот эту посыпку. Честно сказать, я не знаю, как это сделать. Я считаю, что она очень густая. Я буду сейчас ее посыпать руками, пробовать. А как у меня получится, не знаю. Ну, давайте будем пробовать. Что ж, мы же не будем стоять на месте. Нам же надо выпекать торт, скоро дети приедут. И я потом пойду уже готовить им еду дальше. Так, смотрите, какая красота. Потихонечку выкладываем, постараемся закрыть все наше тесто. Ну, липнет к рукам, липнет к рукам, поэтому много сразу не берите. Вы слушайте, я тесто попробовала в миске. Какое оно вкусное. Оно ореховое. Вот это же полбяная мука, вот, она же с ореховым привкусом. И вот это вот, именно вот этот вот помол Т110, да, он считается одним из лучших того, крупнозерновой для выпечки. А потом, слушайте, у меня очень много рецептов всяких с этими уже, с этой мукой разной и ячменной мукой, и миндалевой, льняная мука. А вот льняной муки у меня нет, и никогда не было. Я перемалывала сама лен бурой, когда мне нужно было там сколько-то, там 50 грамм или сколько, потому что, к сожалению, льняная мука, она очень мало хранится. То есть, а лен бурой вы так вот перемалывали себе, сразу использовали, и тоже очень вкусно получается, у него тоже очень приятный привкус. Ну вот посмотрите, это всё, что я смогла сделать. сверху можно поставить несколько малинок, вот, для красоты, и будет нам счастье. Так, смотрите, уже дети приехали. У мамы, Аллы, как всегда, конь не валялся. Ну, послушайте, я сказала, дайте мне пять минут, вот так вот, раз, надо целые ягодки, конечно, убрать, я много не буду, чисто вот так вот для красоты, несколько ягодочек поставлю. Вот, масло, что смазала форму, остаточки раз, на руки намазали, видите, готовим одновременно у нас тут всё, напитываем нашу кожу, а что ж, вот такие, смотрите, как красиво, правда же, или мне только так кажется. всё, духовка, духовка у меня нагрета, 180 градусов, значит, 180 градусов 20 минут. Ммм, красота. Я говорю, помните, я сказала, мой, как его мало, а он так поднялся неплохо, такой будет красивый пирожок. Ой, ну вы только посмотрите, какая красота. Так, проверяем готовность, послушайте, я думаю, что он готов, да, вот мы его оставим, потому что там же ореховые, тоже у нас будут ещё ягодки, всё, мы пошли обедать с детьми, и потом он сейчас как раз подстынет, единственное, что вот я думаю, снимать мне уже форму, или ещё поставить чуть-чуть, будет ли она сниматься, нет, пускай постоит, а то я боюсь его разломать, ну какая красота, согласитесь, я очень довольна. Так, ну что, моя хорошая, я вот этой вот штучкой, правда, вот я вот вытаскивала, это специально, вот чтобы проходило между стеночкой, вот она мне чуть-чуть подогнулась, поэтому я вот в сторону стеночки вот так вот прошлась, видите, как оно тоненькое, то, что иногда бывает не каждым ножом можно пройти, вот эту штучку я специально покупала, но вот я её погнула, там что-то вынимала, что-то, да-да-да-дам, вы видели, это видео, какая у нас тут красота, и даже вот этой штучкой вот по-хорошему можно и резать, но я уже не буду её резать, я взяла нож, давайте будем резать вместе, так, так, смотрите, значит, их можно поделить, наверное, так вот, либо на три части, смотрите сами, сколько, нас такое всего лишь четверо, мне бы хотелось ещё оставить кусочек на завтра с Марисом, не очень ровно я порезала, конечно, но не важно, самое главное, что вы видите, как он хорошо режется, тоже на три части, такой вот прекрасный, распрекрасный будет, мне кажется, я бы понимаете, оно называется у нас каре, каре, это квадратик, а вот как сказать на русском каре, квадратик пирога, у нас сразу пизы, каре, там, допустим, у нас сегодня каре с малинкой, смотрите, буду показывать, видите, какой он получается, он, ягодки видны, вот такой вот красивый, и это ещё можно посыпать сахарной пудрой, сейчас вот я выложу всё на тарелочке, видите, вот хорошо, что вот сразу вот он у нас на бумаге, потому что я не знаю, если вы просто на форму, ну не делаете это сразу на форму, надо обязательно выкладывать на бумагу, потому что если переклеится вы всё абсолютно разломаете и будет очень обидно, вот таких вот у нас четыре порции распрекрасных, вот я себе уже чайок налила, понимаете, можно было бы сразу посыпать весь, скажем так, наш пирог, но он у меня ещё теплый, поэтому я просто боюсь, что сахарная пудра, она растает, поэтому я посыплю только то, что мы сейчас будем пробовать, а когда это всё остынет, тогда можно будет посыпать и остальное, но вот такая красота, согласитесь. ореховый пирог с целенозерновой мукой, с грецким орехом, короче, очень интересные ингредиенты, оставайтесь со мной, смотрите, как я это делала, запах обалденный, а я пошла пробовать. зимой Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова